Всем привет! Наши друзья и знакомые много раз задавали нам вопрос о том, как мы путешествуем самостоятельно, как мы совмещаем страны, как мы все планируем и все бронируем. И мы решили записать серию передач, где подробно все вам расскажем. Вы смотрите канал «Куда поехать» и нашу новую рубрику «Планируем путешествие от А до Я». Подписывайтесь на наш канал и те, кто останутся с нами, узнают много нового, интересного и полезного. Наше первое самостоятельное путешествие случилось в 2012 году на Филиппины. И мы хотим сказать огромное спасибо нашему хорошему, знакомому и замечательному режиссеру Кириллу Папакулю и его супруге Дине. Благодаря им мы не только узнали про эту прекрасную страну, но и получили мощный толчок для того, чтобы начать путешествовать самостоятельно. Спасибо вам огромное, ребята! Однажды мы сидели на работе и Кирилл сказал, что если есть на свете рай, это остров Паракай. И я заинтересовалась. И вот тогда он рассказал, что они отдыхали на Филиппинах и какая-то прекрасная и в принципе недорогая страна. И все, я загорелась. Готовилась где-то полгода, все изучала, читала, ту информацию, что дал Кирилл, сама искала новые источники. Но вот когда пришло время бронировать, ребята, это было очень страшно, прям очень страшно первый раз. Но потихоньку, методом проб, ошибок, у меня все получилось. И в итоге трехнедельное путешествие на Филиппины выросло в сорокадневное путешествие по четырем странам. Гонконг, Филиппины, Сингапур и Малайзия. К чему я там все говорю? Не бойтесь, бронируйте. Всегда можно все поправить, изменить. Но если действительно это сделать заранее, и все у вас получится. Для того, чтобы спланировать путешествие, нам необходимы три важные составляющие. А именно, заграничный паспорт, банковская карта и время. А почему они важны, я вам обязательно расскажу чуть позже. Конечно, сложно рассказать за несколько минут весь процесс планировки, организации. Это все равно, что вот вы мне сейчас попытаетесь за пять минут объяснить принципы работы в фотошоп. Я покиваю, скажу, но ничего не пойму. Поэтому давайте мы с вами все будем делать пошагово. Наберемся терпения и начнем. Кто-то скажет, ну нет у меня времени смотреть все эти ваши передачи. Специально для вас, мои дорогие, я сейчас расскажу краткий пошаговый план, как это делаем мы. Первое. Мы с вами должны решить, когда мы можем поехать отдыхать и сколько у нас есть на это дней. Потому что, согласитесь, странно имея всего пять дней отдыха, отправляться за ним в Доминикан. Мы больше будем лететь и адаптироваться, чем, собственно, отдыхать. Второе. Мы должны понять, куда мы можем отправиться в это время года. Потому что странно поехать в Египет в январе и удивляться, почему не можешь купаться в море. Или отправиться летом на Пхукет и удивляться, почему идут дожди. Поймите, для каждой страны есть свои сезоны, когда туда лучше не ехать или наоборот лучше ехать. И это очень важно. Поэтому мы определяемся со страной или странами. Третье. Очень важно выбрать те места, которые мы хотим посетить в выбранной нами стране. К примеру, мы с вами летим на месяц летом в Индонезию. Но Индонезия большая, поэтому нам нужно четко понимать, будем ли мы отдыхать только на Бали. Или мы поедем на Бали и на Яву. Или поедем на Бали, Яву и Ламбок. Это очень важно для планирования нашего путешествия. И это надо понимать еще здесь, на берегу, чтобы четко спланировать наш бюджет и правильно купить авиабилет. Теперь, когда мы с вами определились со страной и с теми местами, которые мы хотим в ней посмотреть, мы приступаем к составлению нашего бюджета. И вот это самая важная часть. Мы должны с вами прочитать примерную стоимость авиаперелета, отелей, питания, стоимость экскурсии, для того, чтобы понимать, какая сумма уйдет у нас на путешествие. И вот той сумме, которая у вас получится, обязательно надбавьте где-то 20% на вот эти вот погрешности. И мы будем примерно представлять, по карману нам это или нет. Если нет, мы где-то его подсократим, что-то отменим, что-то добавим. То есть ищем такой компромисс между тем, что нам хочется и тем, что мы можем. Это очень важно. Теперь, когда мы посчитали бюджет и нас все устроило, мы составляем маршрут. Допустим, 5 дней мы на Бали, 5 дней мы на Ламбоке, 5 дней мы на Гиле. То есть мы понимаем, сколько дней мы путешествуем, где сколько дней находимся. Это очень важно для того, чтобы покупать авиабилеты, бронировать отели, бронировать автомобили. Мы четко должны знать, где в какой день мы будем находиться. Теперь, когда у нас есть план, мы приступаем к бронированию. В первую очередь мы бронируем международный перелет. Это самое важное. Начинаем с международного перелета. После того, как мы забронировали международный перелет, приступаем к бронированию внутренних авиарейсов. И, если необходимо, лодок и паром. И только после этого мы с вами переходим к бронированию отелей. И небольшое отступление. Если у вас страна визовая, в первую очередь для визы как раз и попросят копию ваших перелетов, отелей. Бронируйте их с тем условием, что их всегда можно отменить. Потому что все может быть, чтобы вы не рисковали своими деньгами. Теперь, когда у нас забронированы все перелеты и отели, мы можем смело бронировать автомобили, какие-то экскурсии, которые лучше бронировать заранее. И делать страховку. Ну вот, получилась вот такая вот краткая инструкция. Но для тех, кто останется с нами, мы подробно расскажем про каждый из этих пунктов, про все бронирования, про все нюансы, про визы и про много-много еще чего важного и полезного. А теперь, как и обещала, я расскажу вам про заграничный паспорт, банковскую карту и время. Что же это значит? Все, о чем я вам рассказывала выше, будет невозможно, если у вас нет заграничного паспорта. При планировании своего путешествия учитывайте требования той страны, в которую вы отправляетесь. Во-первых, в вашем паспорте должны оставаться чистые страницы. Во-вторых, он должен быть действительно еще от 1 до 12 месяцев с того момента, как вы эту страну покинете. Имейте в виду, что требования во всех странах абсолютно разные. Например, если вы решите поехать в Австралию, то после того, как вы покинете эту страну, до окончания срока действия вашего паспорта должно быть еще не менее 3 месяцев, а в Арабские Эмираты не менее 6. Второе, у вас должна быть действующая банковская карта. И решайте сами, это может быть ваша карта, или вы заведете специально отдельную карту для путешествий. Главное одно, что та карта, с которой вы производите бронирование, должна обязательно поехать вместе с вами в путешествие. Если вы собираетесь взять в аренду автомобиль или бай, то помните, что в некоторых, особенно развитых странах, для этого понадобится кредитная карта. Забронировать автомобиль по 9-й карте у вас не получится. И последняя важная составляющая – это время. Во-первых, чем больше у нас времени, тем лучше мы можем изучить страну, просчитать наш маршрут, ничего не опустить и ни о чем потом не жалеть. И второе, чем больше у нас с вами времени, тем лучше мы можем распределить наш бюджет. Ведь самая дорогая составляющая путешествия – это перелеты и отели. И чем раньше мы их заказываем, тем дешевле они нам обходятся. Поэтому мы не будем платить за все сразу и много, мы сделаем грамотнее. К примеру, за полгода мы закажем авиабилеты, за 4 месяца мы закажем отели. И за оставшееся время наберем деньги, которые у нас сегодня путешествуют. То есть нам это будет легче, мы распределим наши расходы. И они не будут на нас падать в большую-большую кучу срать. Ну вот, на сегодня и все. С боевым у нас крещением. А те, кто хотят узнавать все поподробнее, смотрите наш канал, подписывайтесь и будьте с нами. И в следующем выпуске поговорим с вами о том, куда можно отправиться уже этим летом. Субтитры сделал DimaTorzok